И снова здравствуйте, мои дорогие детишечки, любители азиатских хорроров. Ух, продолжаем прохождение Комы-2, прочные сёстры. Нам дали телефон мобильный, чтобы общаться вот с этой непонятной девушкой. Есоль сказала, что кабинет шефа полиции находится на третьем этаже. Надеюсь, она права. На третьем-то на третьем, только, как говорится, нам туда попасть ещё надо, понимаете? Нам ещё нужно туда попасть. И не факт, что мы туда попадём, ребята, особенно быстро. Не могу даже воду взять. Поделиться противоядием не могу. Воду взять не могу. Хардкор лютейший. Просто хардкор, хардкорнейший. Так, это второй этаж. Можно прям сразу на третий идти, на самом деле. Прям по хардкору. Прям по хардкору, по хардкору. Но я не пойду. Знаете, почему? Ну, бас. Ладно, просто потому, что мы умные. Нам нужно проверить всё, что тут есть. Спрятаться под парт. Вон так, на всякий случай. Чипсы, два здоровья дают. Блин. Лучше бы я чипсы с собой таскал, наверное. Вырванная страничка. Давайте читать. Я не помню, где там. А чё читать-то? Вызов принят для сихо. Можете в это поверить. Я в самом деле начал заниматься музыкой. Через несколько месяцев я даже стал довольно опытным в игре на блокфлейте. Я тренировался дома, это ускорило мой прогресс. Госпожа Но сказала, что никогда не видела такого быстрого продвижения в музыке. Кто бы мог подумать, что у меня действительно талант. Мы работали над самыми простыми композициями. И плавно переходили к самым сложным произведениям. Был один кусочек, который я никак не мог освоить. Госпожа Но предложила сделать его моим вызовом. Я с радостью согласился. Начал задерживаться в школе, чтобы продолжать практиковаться. Иногда даже уходил последним. Но приближался к своей цели. Молодец. Чё там у нас? ЛБ? ЛБ. Хочу чипсы взять. Ну потому что они два хайпа восстанавливают и шоколадка одно. А то вдруг я из полицейского участка сбегу, а... От чипса останутся. Неприятно. Я, конечно, не сбегу нифига. Не получив урон, скорее всего. Ну мало ли. Дух мы как профессионалы тут. Как в школе прям, а? Как первые две серии по профессиональному пройдём. Ну просто в первую часть играли, поэтому стали профессиональными игроками в корейские хорроры. Шеф уже знает, что один из них сбежал. Если мы не разберёмся с этим, то можно прощаться с нашей работой, офицер Ли. Ну, прощаться с работой ещё рановато, мне кажется. Снова приснился этот кошмар. Я задыхаюсь токсичными парами прямо здесь, в здании. Всё было таким реальным, офицерки им. Что-то какие-то офицеры выглядят, как детишки средней группы детсадика. Чтоб такие записки оставить. Ну, мне так кажется, конечно. Я никогда не был в Корее, не знаю какие там офицеры. Ну, вроде посерьёзней, чем представлено в этой игре записками. Мне так кажется. Ну, может я и не прав. Мы очень аккуратно ходим. Ну, я предположил, что нам лучше записаться. Правда ведь? А потом прибежать. Ну, и выйдем отсюда. Звук разбивающегося стекла. Это было окно? Кто знает, что здесь шастает? Лучше быть осторожным. Я тоже не знаю, что здесь и кто здесь шастает. Ё-моё, зачем ты сюда идёшь? Ты что, больная? Кто это может? А здравствуйте. Чему могу помочь тебе, Пакмина? Что? Миссон М. А что вы тут делаете? Я собираюсь отделить твою симпатичную головку от тела. А ну иди сюда. Что? Валим? Я же говорю, валим отсюда. Зачем она вообще выглянула? Глупая девчонка. Эй, Мина, что происходит? Изображение с камер пропадает. Да это Миссон, она преследует меня. Ну да, это точно она. Она выглядит в точности как моя учительница. Эта область ещё не под контролем злобной сестры, поэтому силы при обащённой плоде слабы. Нина, ты сейчас же должна найти этот ключ. Просто держись с неё подальше, и всё. Я согласен держаться подальше. Тренажёрный зал. Но я зайду в него, на самом деле. Если меня туда пустят. Пускают. Ох уж эти пары отравы. Пары отравы. Надо ещё запоминать места, где можно прятаться от сумасшедшей училки. Час дня. Четвёро пьяных владельцев магазинов пришли к полицейскому участку и начали разрушать стены здания. Их поймали с поличным, благодаря записи камер наблюдения. По второму. Мы задержали и допросили владельцев магазинов. Они недовольны проектом строительства нового здания мэрии возле рынка Токкаби. Они полагают, что мэр заключил коррупционную сделку между местными лидерами группировок владельцами богатых компаний. Нужно бы это расследовать. Два часа. Мы разместили их в камерах от А до АД. До тех пор, пока они не успокоятся, им потребуется психологическая консультация, дабы избежать рецидива. Офицер Ом. Ах ты. Вы получили вырванную страницу. Я, главное, по-другому бы ее не взял. Видите, собака какая стоит и за ногу хапает. А странички-то ж интересно получить. Вырванные. И не только. Подождите. Блок флейта из палисандры. Гильсёхо. Порывшись в одной из коробок, я обнаружил кожаный футляр с латунными защелками. Помню, как меня сразу потянуло к ней. Я почувствовал эйфорию, словно нашел крутой предмет в глубоком подземелье компьютерной игры. Выобразите мое разочарование, когда я увидел, что это была какая-то простая дерьмовая блок флейта из палисандра. Я не склонен к музыке, поэтому спросил Тихуна, знает ли он, как на ней играть. Он ответил, что она выглядит довольно старой и бесполезной. И он даже близко не приказит с неё, не поднесёт её к губам. Наверное, я не столько брезгливый, поэтому взял эту флейту домой. Да, такой пошёл, не знаю, там с кралича чё-нибудь получать. Взял, выбил, а там фигня. О чём думает шериф Ча, приказывая мне починить эту хреновую трубу, а? Я офицер, а не сантехник. Предлагаю оставить это профессионалом. Офицерян. Слышите, да? Слышите? Нет, вы это слышите? Вы же это слышите, да? Каблучки-то цокают, цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. А каблучки-то ацокают, цокают, цокают. Ой-ой-ой. Кабинет шефа полиции заблокирован. Я понял. это там чанг с ножом было видели но она как бы без головы поэтому все хорошо с ножом но без головы и это самое главное что там мигает что меня хп типа не достаёт или креутечение у нас я не понимаю это у нас креутечение должно быть прям сразу же прям сразу шуток и ушла нашла что-нибудь где соль здесь какое-то странное тело сидит но это не тело для то что осталось от тени с полицейского участка сын сын что это за тень тени-то могущественные духи их создают слухи эмоции событий этой местности то на что наткнулась ты просто еще одна жертва злобной сестры а духи ты серьезно это реальность не думай об этом сейчас просто осмотрись вокруг и поищи может что найдешь ключ карты здесь нет есть чуть подальше не боись на столе шефа полиции нет ничего ценного а колбачки то цок-цок-цок похоже это какой-то дневник шефа думаю сержант переживает кризис среднего возраста или вполне возможно это как-то связано с его недавним разводом он купил новую машину и пытается привести себя в форму естественно он пришел за советом ко мне я посадил его на китогенную диету каждый день в час дня мы проводим регулярные тренировки я покажу ему как достигаются реальные успехи никаких упоминаний о ключ карты может стоит набрать и соль снова я-то наберу из со процентов наберу только я спрятался вначале можно от пир можно и и соль набрать а не дают да ну ладно подруга подруга ответь мне быстрее подруга а еще не нашла ключ карту не она я нашла дневник шеф полиция похоже он был помешан на здоровом образе жизни интересно затем можно работать посмотри его распорядок дня и проверь места где он бывает ты обязательно найдешь что-то полезное удачи ну хорошо распорядок дня и места где он бывает но где распорядок дня то его взять где вообще узнать распорядок дня шефа полиции может быть на этаже номер 3 а и пройти здоровый образ жизни создал образ жизни там должен быть спортзале правильно тренажерный зал мне кажется он там должен быть ну по идее ну полойки правда ведь но еще в комнате для отдыха можно что-нибудь поискать вот мы все читали да там было кривотечение мы потом потеряли одно хп то есть если мы использовали бы бинт возможно мы хп бы не потеряли полностью но учтем учтем следующий раз будем поступать правильно вот что-то тут интересное может эта сумка шефа полиции давайте посмотрим что внутри мы получили ключ кое-как тут да гисель думаю нашла пропуск шефа отлично теперь мы сможем открыть здание задние ворота ладно выбирайся оттуда и возвращайся в кому-то охраны время на вес золота ну да временно виска золото это точно хватаном нужно в кому-то охраны кому-то охраны ну да а там такие эти каблучки так так как так 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 ну от нас так специально спецом пугает наверное А муж и не спецом. А муж и не пугают. Ой, я опять про кутрешки-то забыл совсем. Похоже на полицейскую оружейную. В дух мне удастся найти что-нибудь из самобарвана. Эй, посторонним входом-то запрещен, подруга. Вы полицейские? Че, я похож на обычного полицейского? Значит, и вас здесь быть не должно. А ты не глупая малышка, я пытаюсь найти свой офицерский значок. Пока безуспешно, но так и кто ж ты такая? Офицер под прикрытием. Эй, я тоже работаю под прикрытием, а они сказали прийти сюда, я работаю над делом школы Сихва. Хм, а в этом есть смысл? Тебе даже форму школы выдали. Ну и зачем они направили тебя в оружейную? Я ищу что-то для самообороны. Почему вы здесь? Да офицеры забрали свои шокеры перед уходом, но осталось не так много всего. Шокер, может мне пригодится. Ты можешь собрать шокера на этом верстаке, но у меня нет всех частей. Там в углу лежит рукоятка, но тебе все еще понадобится литиевый аккумулятор. Обычно офицеры держат запасные аккумуляторы в своих рабочих столах. У меня есть картридж, я не против отдать его тебе, если ты найдешь мой офицерский значок. Да хорошо, без проблем. Я возвращаюсь к работе, позвольте сосредоточиться. Как все сложно. А, у меня заполнено все, видите, как обидно. Эти противоядия взять не могу, ничего взять не могу. Я нашла какой-то верстак. Ты должна попробовать сманговать, смангавить что-нибудь полезное из того, что ты нашла. Смангавить? Что это такое? Ну знаешь, есть американский сериал с парнем, который... Да, неважно, ты правда не знаешь, что такое Магавер? А должна? Это вроде как знаменитость даже в Корее. Хотя, если подумать, он был популярный еще до твоего рождения. Прости. Попробуй проимпровизировать и смастерить что-нибудь полезное. Прояви творческий подход. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Используй верстаки для создания полезных предметов. Похоже на что-то полезное, но это только часть. Получили рукоятку. Ну, это посмотрим. Ну, а если могло бы использовать верстак, будь у меня подходящие ингредиенты. Так я же могу это, рукоятку с противоядием бинтом прикрепить. Нет, 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 не получится. Ну, ладно. Комната охраны. Кстати, очень недалеко. Может быть, в комнате охраны мы и значок найдем полицейский? Ну, это не точно. Все, как всегда, не точно. Комната охраны. Давайте сохранимся, наверное, вначале. Мина, дай взглянуть. Отлично. Должно срабатывать. Но мне придется оставиться здесь, чтобы выпустить тебя. Я буду следить за твоими перемещениями через камеры наблюдения. Когда доберешься до задних ворот возле подземной парковки, то услышишь гул. Так ты поймешь, что ворота открыты. Ну, что тебе нужно на рынке Токаби? Там есть аптекарь, которая работает в магазине. Попросила сделать дозу плазматоника. Никогда не слышал лекарств с таким названием. Да не беспокойся об этом. Просто не забудь попросить именно его. Вот. Это должно покрыть расходы. Вы получили гелионы. Что это? Никто не примет такую оплату. Это гелион. Единственная ходовая валюта на этом чертовом рынке. Просто поверь мне. Хорошо. Ты и здесь, босс. Но не вини меня, если я вернусь с пустыми руками. Да не вернешься ты с пустыми руками. Че ты переживаешь? Все будет, все будет чики-туки. А я успел заглянуть назад. Ха-ха-ха. Так. Через подземную парковку мы можем выбраться. А лестница у нас на... На этом этаже. На левее. И проходить нужно на эту лестницу через третий этаж. Как я понимаю, да? На третий, потом на второй. Через хранилище. Не, ну так-то мы вообще красиво от этой училки-то сбежали прямо сейчас, да? Согласитесь. Прям по красоти. Ну и так показалось. По крайней мере. Ой, там что-то сигануло, прыгануло. Я даже не заметил, что там было. Ну ладно. Ай, давайте значок поищем, наверное, все-таки еще. Может, мы найдем полицейский значок? Где-нибудь его. Я бы на верстаке какой-нибудь шокер себе бы сделал. Не знаю, как бы он сильно отпугивал призраков, но эту тянку точно бы отпугивал. Наверное. Прибежимся немного. Тут ничего, она по-прежнему. Кроме газовых атак, ничего полезного. На всякий случай проверяю, потому что значок-то мне искать все равно как бы надо бы. Сильно сомневаюсь, что он будет тут, на самом деле. Мне почему-то кажется, что он будет, знаете где, на рынке каком-нибудь. Хотя, может быть и нет. Вот он, походу, значок. А, нет, ящик с инструментами. У меня куча оборудования, сантехника. Ну, не думаю, что на что-то можно рассчитывать. Фу, мне кажется, это пригодится. Я нашел какой-то ключ. Инженер. Вы получили ключ инженера. Отлично. Ключ инженера нас в какую-нибудь инженерную камеру приведет, да? Хранилище. Может быть, в хранилище мы сможем попасть, да? Или открыть камеры. Нет, тюремные ворота вряд ли. В камеры мы, наверное, попасть не сможем. Вот хранилище улик. Возможно, туда мы попадем. Генераторная как раз. Возможно, нам туда и нужно будет. Ё-моё, что это было? Здание вздрагивает от миниакального смеха. В воздухе витает странный холодок. У меня мурашки по коже. Просто надо лучше одеваться. Холодно. Вот и всё. Тихо, 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 тихо. Где мой вестибюль, справочный стол. Я могу в кафетерий зайти, кстати. Брызгай в лицо баллончиком. Хорошо, хорошо. Э, а у меня же тут это, как вы... Ну, вы поняли. Ну, шокер многоразового действия, наверное, всё-таки. Хорошо, что мы засырелись, правда? А где мы там находимся-то? В тренажерном зале. Хороший. Читерская оттенка, конечно. Абсолютно. Ну, ладно. Подождите, 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 подождите. Не спешите. Не, ну я правильно же загрузился? Правильно? Вроде как правильно. А, значит, ничего мы не должны были потерять. Наверное. Двоечку одна жесть. Сумасшедшая оттенка вообще какая-то. Чё творит, не знаю. Чё творится? Чё творит она? А чё я творю? Я ещё какую-то больше непотребство творю, чем она. Мне так кажется. Почему-то. Не знаю сам. В хранилище мы попали всё-таки. Что, в хранилище нет ничего интересного, но реально. Здесь какие-то аккумуляторы, смотрите. Ещё что-то любопытное. Противояди хотя бы нашли. В зале совещаний. Надо всё-таки в кафетерий, наверное, заглянуть, как вы думаете. Я думаю, точно надо. Значка никакого нету. Да вроде нет. Так что бы там в кафетерии нам покупать, если у нас всё есть. Ай, беда. Когда у нас всё есть, то и покупать-то особо нечего получается. Ладно, давайте спускаться вниз. Наверное. И ещё вниз, да. Здесь всё-таки поищем значок. Не, ну, собрать шокер это очень, знаете, как прикольно, на самом деле. Занятие, ну, как мне кажется, было бы очень прикольное занятие. В двери поклина записка, господин Ян, э-э-э-э-э, тихо. Тоже записку не дали прочитать, как так вообще. Читерство. А тебе прочитать записку, хотя бы. Господин Ян, сколько раз мне просили вас починить трубу в уборной на первом этаже? Ведь вы раньше были сантехниками, разве нет? Закройте дверь ключом инженера и сделайте работу того, как на вас успеют поднять. Не мешкайте. Не мешкайте. Ну, я считаю, что это, конечно, читерство. Чистой воды. Вот, и всего такого прочего. Прямо стопроцентное читерство. Ну, ладно. Шкаутку мы найдем, поэтому я не буду сейчас ее добывать. Что-то не гигантская дыра. Работа здесь проводится внушительно. Думаю, я смогу протиснуться. Ну, опять кутаешки. Не умеешь я кутаешки нажимать. Не успеваем, видите? Или успеваем. Тело. Что оно здесь делает? Похоже, он порылся под стеной. Прорылся себе. Проход целый прорыв, блин. Под стеной. Офигеть. А где мы вообще находимся? А лестница, да? Ладно, ползем дальше. Похоже на тюремную камеру. Возможно, тот мертвый человек пришел отсюда. Возможно, и нет. Здоровьяк сказал, что все, что мне нужно сделать, это подговорить других и привезти их сюда. Сказал, чтобы просил разместить меня в камере А, а он позаботится обо всем остальном. Сюда должна прийти какая-то леди и вытащить меня отсюда. Я все устроил. Сделал свое дело и выйду на свободу с чемоданом полных денег. Что мне терять, заключенный сон? Ну, дверь открыта. Так, я могу попасть в правое крыло подвала. А мне нужно еще ниже, да? Мне нужно еще ниже. Ну, ладно, давайте по камерам походим. Что делать? Что-то приближается, что-то темное, что-то с когтями, заключенный, но. Ужас. Выпустите меня отсюда, он собирается убить меня, помогите, заключенный, но. Он, не она, а он. Это любопытно. Они сказали, что я пробуду здесь несколько часов. Разве они не должны позволить мне один звонок, заключенный хон? Мне здесь уже целый год. Выпустите меня, выпустите меня отсюда, заключенный хон. С тех пор, как здоровяк дал мне те пельмени, я чувствую себя паршил, а заключенный ем. Ой, какие пельмени-то были опасные. Что ж, моим животом? Я не очень хорошо себя чувствую. Меня сейчас выиграет, заключенный ем. Вы получили выручную страницу. Рокки музыки 4, как я понимаю, да? Как-то я столкнулся с Менгелем, он хотел отобрать мои карманные деньги. Госпожа Но, учитель музыки, была рядом. Я позвал ее. Он отдал ей деньги отца и сказал, что хочу брать уроки... А, я отдал ей деньги отца и сказал, что хочу брать уроки музыки после школы, чтобы практиковаться. В игре на Блокфлейте это спасло меня от Менгелия, но я попался на крючок из-за этих уроков музыки по вечерам. Все это бесило, проклятие. Помню, как спрашивал себя, а Блокфлейта это вообще настоящий инструмент? Все остальные учились игре на скрипке или фортепиано. Я бы точно выглядел как идиот. Нашли еще одну записку, не израспустились в подвал, ну, как минимум. Тюремные ворота пугнуты, это сделала она? Ну, походу, да. Походу, это сделала она. Наконец-то, тюремный коридор. Думаю, отсюда можно добраться до подземной парковки. Все-таки мы правильно шли изначально, видите как. Так, должно быть это ворота безопасности, о которой говорила Есоль. Я узнаю звук этих шагов где угодно. Я тоже. Давай, Есоль, времени нет. Подожди. Есть. Думал, а ты можешь просто уйти. Убери от меня свои руки. Отпусти меня, ненормальная. Кусай ее, куси. Это было близко, ух. Это было очень близко, но мы сбежали. Мина может получить критический урон, если не будет готова. Это навсегда снизит ее максимальное здоровье. Я не хочу максимально снижать свое максимальное здоровье. Это читерство. Он осталось больше не расходуется. Любопытно, конечно. Так, мы получили еще одну вырованную страницу. Это пятая. Пятая страница. Старые ноты. Гильсихо. Я пришел в кабинет госпожи, но раньше назначенного времени. Она спросила, играл ли я когда-нибудь раньше. Я ответил, что это мой первый урок с начальной школы. Открыв футляр, мы обнаружили старые ноты, спрятанные под бархатным отделением, в котором хранились детали блокфлайты. Учительница посмотрела их и сказала, что первые несколько страниц идеальны для новичков, а остальные части выглядят более продвинутыми. Так как я все равно застрял здесь, то решил дать музыке шанс. В своих самых смелых мечтах я и представить не мог, какие новые возможности откроются для меня. Фух, рынок Токеби. Неужто мы добрались до этого рынка Токеби? Чудеса. Еле убежали, но убежали. Амина, ты в порядке? Я видела, что произошло. Она сильно поранена, мол, я не смогу выдержать все это. Серьезная рана, но у меня бывали и похуже. Поверь, Мина, ты справишься. Это моя учительница. Какого фига Миссон пытается убить меня? Мина, это не твоя учительница. Это опорабощенная плоть, созданная управляемая тенью. Я ведь тебе уже говорила о злобной сестре. Эта злобная сестра приказала этому существу напасть на меня в школе? Кажется, ты чем-то обозлила ее. Тенья слишком территориальная, это длинная история. Но у злобной сестры свои незаконченные дела. С семьей сон. Ладно, пропустим это. Как, черт возьми, я должна найти твоего аптека? На рынке полно магазинов. У него здесь своя аптека Токеби. Он единственный, кто знает, как сделать то, что мне нужно. Аптека Токеби? Принято. Средоточься и будь наготове, ты выжила. Пока что. Только пока что. Думаю, я смогу пройти на рынок через эту дверь, но мне нужно получить разрешение. Слышу звуки строительства. Стоп, здесь работают люди, но что-то явно не так. Ну, получать разрешение и общаться с этими людьми мы будем уже в следующей серии. А пока что я думаю, что я всем спасибо, кто смотрел. С вами, как всегда, был Айс. И всем пока. Пока.